Вот я в 2008-м в золотые слитки все вкладывала. Вот если у меня что-то было лишнее, я подумала, надо вложить золотые слитки. Не очень. Не очень, не очень. Но будет больше. Во-первых, начнем с того, что еще, как я говорила, следующий год земли и год металла. Все, металл, любой то, что приносит деньги, любой металл, это деньги. Абсолютно правильное решение, золото в цене будет всего. Но давайте я задам такой вопрос. Дай Бог, чтобы у тебя никогда не наступили тяжелые времена. Опять-таки, зависит от того, какой проект ты преследуешь. Долгосрочный или чего-то. А вдруг иногда золото, говорят, нужно для того, чтобы ханку хлеба купить потом. Допустим, когда кризис, когда трудно продать, невозможно золото. А если продашь за копейки. Но тем не менее, это вкладывание очень хорошее. Все-таки, все-таки, особенно в следующем году, я советую все, что год земли, землю надо вкладывать. Землю. Она купится с лихвой. А металлы, вы имеете в виду благородный металл? Все металлы, все, что с металл. А пока что цена на металл падает как, а? Подождите, автопром будет расти. Агропром будет расти. Цены. Хотя я знаю, что прогнозы будут дешеветь. Ничего подобного. Вспомните мои слова. Все будет. И агропром. Там все железки в агропроме. Автопром. Золото. Все, что связано, нефть с железками добавляет. Земля и железки. Все будет приносить прибыль. А недвижимость как самое главное? А недвижимость лучше всего вкладывать в недвижимость. Все-таки вкладывать. Да. Давайте я вам так скажу так. Опять-таки, смотря, что вы хотите. Ну, скажем так. Если у вас долгосрочный проект, допустим, да, вам просто нужно сохранить деньги. И кто-то боится вкладывать. Это всегда швейцарские франки, японская еда, потом уже евро. В первую очередь. Если приобретение какие-то, обязательно землю. Все, что с землей связано. Земля, дом, квартира. Посмотрите, вот сейчас многие взяли, допустим, да, кто успел до кризиса откажется, то есть, допустим, они по старым ценам продали квартиры, многие как бы решили так заработать, и сейчас думают, что с этими деньгами, например, там за однушку взяли 200 тысяч, а за 200 тысяч, мол, через полгода, когда все рухнет, можно будет в центре Москвы квартиру купить. Ой, давайте, вы знаете, это вообще, я вам хочу сказать, это полный бред. Когда в Москве вот так рухнули цены, вы мне просто приведите пример. Это бред. Никогда не будет. Будет, я вам скажу, соотношение самое большее, 12-20 процентов, но и то это временно. Никогда в жизни в Москве, Подмосковье вообще недвижимость дешевая не будет. Знаете, сколько людей сейчас расстроили? Да, вы не представляете, мне столько знают. Нет, нет, я знаю, что я знаю, что расстроена, я понимаю, что, допустим, у меня тоже какая-то такая проблема, да, у всех вот мы решали квартиры на какие-то там, кто-то расширится, кто-то уменьшится там, в зависимости от состояния, да, человека. Но тем не менее, хочу сказать, что вот когда коснется того, что когда человек, допустим, ищет то, что ему нужна, земля, участок, дом, квартира, да, и он прекрасно поймет, что цены не рухнут и не рухнули, хотя говорят и риэлторы там, и агенты недвижимости, ничего подобного, нет такого. Вы понимаете, вы понимаете, это все разговорон, а на делах, на делах там 500 тысяч нереально. Сейчас весь шоу-бизнес замер, шоу-бизнес рухнул в этом году, вы, наверное, знаете, наверное, по-моему. Но я за вас рада. Да, нет, а я рада еще. Я намекнула. Да, потому что вы... Нет, я вам намекнула, что у вас все в порядке. А, у меня все в порядке. Да. Нет, я-то рада, потому что я, честно говоря, не очень люблю вести вот такие, как бы, ну, именно застольные праздники. Приходится просто. Ну, приходится, потому что за это мы, правда, получаем большие деньги. Это в силу профессии, ну, правильно. Да, но в декабре все сидят дома, вот все ведут максимум один-два концерта, начиная с Филиппа Киркорова, заканчивая как бы мной, да. Потому что в этом году вот декабрь мертвый, то есть артисты обычно в декабре ведут по три мероприятия за день. А вот я объясню, что это не только связано с кризисом, чтобы всегда знали, сейчас какой месяц, постный месяц, месяц Великого Поста. Чтобы вы знали, никогда, испокон веков не давали работу, заработки, будь то кризис и не кризис, все равно в той мере, в которой должно. Декабрь, ноябрь, декабрь, январь, до середины обрезания Господня, 14 января, нельзя думать о больших заработках. Могут забрать и решить, я правда говорю, эти три месяца должны, пост, паломничество обязательно. То есть шубизнез наказали, получается, да, а вот вернется... Нет, ну до сих пор-то в декабре была другая ситуация у этих людей. Все равно в должной мере, вот как нужно, может быть, сто раз больше было бы, а зато в этом году было, зато в следующем году отберут. Вот вы знаете, каждый отрабатывает за себя. В этом году было хорошо, мы не постились, не паломничество. Следующий год, два, как моя бабка говорила, три года будет пустыми. Даже если будет, дадут тебе деньги, заработаешь. В следующем году ты будешь думать, а куда же я их делаю? А где же они у меня? Понимаете? Я тоже всегда так думала, не может быть бесконечно, чтобы артисты стригли постоянно, каждый год по 100 тысяч долларов люди зарабатывали просто за выход на сцену на два часа. Ну не бывает. Не бывает, не бывает. Ну дай бог, чтобы у всех наладилось, все-таки нужно, цены на нефть повысятся. 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 Постепенно, потихоньку, они уже... Они еще в этом году, может быть, повысятся даже. Они уже, уже идет такая тенденция, вот что вот по моему видению, и что уже этот процесс идет. А до скольких? Есть ощущение или нет? Есть ощущение, я не хочу говорить. Ну то есть в этом плане Россия будет в порядке? В порядке, а, относительно России и нефти, чтобы вы знали, что допустим ОПЕК, да, и Россия, 80% мировой добычи нефти. Суммарно. Близнецы-братья. Суммарно, суммарно. Да. О чем вы говорите? Россия всегда была на коне, Россия всегда была великой державой, она и останется. Смотрите, мы с вами разговариваем за три дня до сессии ОПЕК. Куда ты поедешь, кстати? Ну и поеду, да, и активное участие Россия будет принимать, да. Да без России ни ОПЕК, ни НАТО никуда не денется без России, понимаете? То есть Россия вступит в ОПЕК и в НАТО? Да, конечно. В НАТО Россия вступит? Ну вы знаете, они больше заинтересованы в этом. Они, не наша сторона. Я думаю, что у нас отличные правители, они знают, что делают. Пускай попросят сто раз, а они будут думать, понимаете? Все-таки эта позиция, вот считай, что и то, что не хотят, наша правильно делает. То есть у нас лучше, чем в Америке будет? У нас было и лучше, чем в Америке, понимаете? Если там будут падения, там совсем все по-другому происходит. И менталитет, общество, ценности, у нас все по-другому. В смысле, мы более готовы к кризисам? Вы знаете, наш народ привык. Наш народ привык. У нас уже было не однажды такое. Мы выстоим, у нас народ сильный. Ну смотрите, вот прошлый год тоже не могу не спросить. Очень много было, вы же как женщины, следите, разводов. Просто вот столько известных людей развелось. Абсолютно вы правильно говорите. Прошлый год, вот по годам, допустим, по-моему, прошлый год был год. Конечно. Сорвалась все. Светущие, светущие, светущие женщины, А потом она резко превратилась в болящую старую бабушку. Объясню, почему. Резкая причем, кривая. Прошлый год был год осенью. По-моему, этот год будет год зимы. В осень все бросают, увядают. И два плюс восемь, я вам говорила, что прошлый год был один. Человек резал от себя и оставался один. Этот год будет, 2009 год семьи, двойка. Институт семьи будет укрепляться. Это правильно, это надо. Надо стремиться к этому. А вот прошедший год, он был год одиночек. Ну вот эти все наши, Волочкова, Робский, Это год одиночек, вы понимаете? Все будут замуж или нет? А им это нужно, вы думаете? Ну не знаю, я бы хотела погулять на свадьбе Ксюши Собчак, в конце концов. Да не дозрела, не хочет она. Проблема не в том, что они не могут замуж выйти. Проблема в том, что они сами не знают, что они хотят. Ну смотрите, вот Саркази, конечно, просто попер все институты, возможные и невозможные, совершив такой романтический поступок и женившись на Карле Бруми. И весь мир это обсуждал. Ну, президенты тоже люди, понимаете? Они же тоже все с сердцем. Еще такое будет? Вообще такое можно спрашивать? Нет, такое можно спрашивать, но я думаю, навряд ли. Это очень смелый поступок на самом деле, да? Довольно смелый. Вы думаете, мало средних смелых людей? Ну, дело не в этом. Я приветствую. Но есть такие вещи, как этика, да? Любая. Обязательно. Управитель этика, обязательно. Есть, опять-таки, семья, общество, перед которым ты главный пример. Ты показываешь пример своей семьей, как надо жить, как надо расти детей, понимаете? Люди, есть более ответственные люди, а есть люди более, которые живут душой. Я не могу никого-то, никого-то упрекать, не имею права Богу только судить. Но каждому свое. То есть это все эти условности, которые, как ты говоришь, попер, попрал Саркази. Ну, конечно. Просто интересно, насколько это станет тенденцией, да? Будут ли править? Навряд ли, навряд ли. Я думаю, что многие хотят, но как бы просто не могут себе это, в силу того, что они первые люди в государстве, не могут себе это позволить. Это все-таки, может быть, для кого-то дурной пример, может быть, для кого-то желанный пример. Но не станет заразительным, да? Нет, не станет. А спорт как? Вот в этом году вроде было нормально. Относительно спорта, вообще, да, прошлый год отлично просто. В следующий год будут немножко осложнений, травмы у тех спортсменов, которые будут связаны с бегом, с землей, с ногами. То есть у Симбаевой быть поаккуратнее, получается? Обязательно нужно, потому что очень травмоопасен. Нельзя вообще... Спорт, любой спорт, он же вот в конечном итоге сама спортом занималась. Да? Каким? Да. Дзюдо, мастер спорта по дзюдоу. Серьезно? Да. И знаю, что в некоторый момент, когда вот человек нарабатывает, нарабатывает по прием, у него уже вот состояние агрессии, когда он до какой-то точки доходит, когда он добивается какого-то результата, понимаете, а в следующий год земли с агрессией нельзя. И так что вот любое то, что мы передвигаемся, ногами бегаем, занимаемся, что делаем, надо быть аккуратным. Олимпиаду же не отнимут, Андрюх, вот последний? Да нет, конечно. Нет, все не волновать. Я ее предсказала, когда еще 4 года не знали, кому ее дадут. Нет, конечно. Да все в порядке, все в порядке, конечно. А в нас с теми много агрессии, как считается? Нет, вы очень добрые, теплые, приятные люди, правда. Дай Бог вам здоровья, чтобы все было хорошо. А мне еще чемпионат мира, еврочемпионат по футболу волнует тоже. Вот на Украине оставят или нет? Что? Вот еврочемпионат, ну, европейский чемпионат по футболу. Я не очень-то в этом разбираюсь, но дома, когда смотрят, я так краем глаза смотрю, у меня вот такое чувство относительно Украины, что у них все отнимут. А, я сделаю, смотрите, как у тебя. Вообще все, что есть, да? Что у них все отнимут, простите, господи. Все, что осталось, вернее, там не так-то много чего. Я же говорю, что у них все отнимут, потому что для них следующий год идет очень кризисный. Следующий год у них дырка, когда дырка, это долговой год у них будет. Постоянная паутина, долговой, долговой, с одного долга в долг будут грызться. И те, которые были с врагами, они будут мириться и расходиться. И партийные деятели там, и все кто угодно, они будут бок о бок и понимать, и ругаться. Но опять-таки я скажу, что выхода не найдет. Она будет искать выход в Украину за рубежом. За рубежом. Это большую ошибку сделает. Я точно знаю, что, допустим, если говорить, что интересы Грузии будут представлять Швейцария. Ну, так же и Россия, допустим. А интересы Украины, разве что Америка там, я не знаю. А еще я тогда уже, раз мы не остановились вовремя. А вот рейтинги, например, президента и премьер-министра, они будут расти или падать? Какой страны? Россия. Россия, они всегда будут расти. У кого рейтинг будет расти быстрее? У премьер-министра или у президента? У каждого по-своему хороший будет. То, что касается нашего бывшего президента, у него рейтинг довольно высокий, очень. Довольно очень, конечно, высокий. Довольно очень, очень высокий рейтинг. А у Медведева, нынешнего, тоже неплохой рейтинг, хороший. А в результате социальных взрывов, что будет с рейтингами? Они будут вверх, вниз, вверх, вниз. Но все-таки доверие населения не пропадет к ним. Россия великая страна, мы не то выдержали. Раз уж ты заговорил, тогда давайте выясним, а следующего президента России мы знаем? Да. Знаете, конечно, знаете. То есть, медиумы считают, что следующим президентом России будет по-прежнему Путин? Я не буду говорить, кто будет, но все его знают. А почему бы нет? И любят? Да, знают и любят довольно очень хорошо. Как интересно, слушайте. Я бы дорого отдала, чтобы послушать разговор твоих медиумов по телефону. Вообще, вот как же так жить, когда, в принципе, все знаешь? У меня лично вопрос. Вот я не видела еще ни одного медиума. Вот все они почему-то какие-то порядочные люди. Чтобы вот медиум был миллиардером. Потому что вот я думаю, если бы я была медиумом, Господи, слава Богу, что я не медиум. Я же бы все знала. Я вам объясню, я вам объясню. Бесплатно от слова «бесплатят», чтобы вы знали, как небеса и нет беса, да? Когда человек работает своей энергией, это на самом деле огромный душевный труд. Настоящий медиум или кто-то, он знает, что есть определенные рамки. Есть такая вещь, как Дестина. Она и в Коране, и в Библии у всех людей одинаковая. Дестина — это голодные дети. Второе — у кого мечеть, у кого храм. Третье, допустим, дети или кто-то. И на самом деле, когда человек работает, он знает, потому что если ты не отдал вовремя от своей Дестины, что нужно, если ты не отработал перед своими родителями, у тебя заберут по больному. Моя бабка покойно всегда говорила, бойся этого момента, когда у тебя все хорошо, у тебя фартит. Придут, у тебя будут отвечать, спрашивают с четырех сторон света, и будут забирать по больному. Поэтому надо оставлять. Деньги — это тоже энергия. Сколько отдаешь, столько возвратится. Это касается бизнеса, да? Это бизнеса. Самое главное — Дестина всегда надо знать. Перед началом любого дела всегда нужно освещать документы, просить благословения, если определенный батюшки в храмах. Зулия, а как понять, все же помогают. Мы же все помогаем родителям, близким, родственникам. Это считается Десятиной или не считается Десятиной? Нет, нет. То, что мы помогаем, понимаете, это наша прямая обязанность по крови. А то, что уже заработок. Мы заработали тысячу долларов. Никогда нельзя считать, что мы заработали тысячу долларов. Мы считаем, что мы заработали 900 долларов. Три раза положены деньги в карман с Десятиной, а вернутся три раза рукой твоим поколениям. Поэтому надо четко знать, что жадность, когда человек жадный душой, он жадный на карман, он жадный на чувства, и относительно у него всегда будет проблема. Либо кредиты, либо долги ему всегда будет не хватать. То есть это Двадцатка все, получается, щедрые, кто стали миллиардерами? Да, да. Они по-своему щедрые. Когда они поднимались, когда они делали что-то свое... Они по-своему щедрые, когда они делали свой бизнес, они четко знали, что и... Как его строят? Кому нужно отдать, кому нельзя отдать, понимаете? А теперь самая главная задача в следующем году не накопить, не потерять, потому что как вода в решете все уходить. Самое главное, что вот то, что мы заработали, наши кровные, чтобы их сохранить, что нужно делать. Первая десятина обязательно, вторая родители, а третья уже обязательно, это дети. Нужно кормить голодных детей и поминать умершего своего рода, чтобы была защита рода. Если у человека нет защиты рода, не удержишь ничего. Тем более в следующем году будет очень много воды. Будет подниматься вода в водоемах, вода пребывать с неба будет много воды, очень, кругом много воды будет. Ну, потепление с другой стороны. Год воды, нет, вообще-то очень много, год воды будет. Я, знаете, спрашивал у очень серьезных политиков, Владимир Владимирович Путин, кстати, спрашивал тоже. Вот третья мировая война будет? Я вам скажу такими словами, я на некоторые вещи отвечаю стихами. Конечно, мне бы хотелось сказать, мы не допустим, не дойдем до этого, да? Но, тем не менее, все-таки где-то это неизбежно. Все к тому идет. Вы посмотрите, что... Я вам говорю, это неизбежно. Вы посмотрите все. Земля всегда плачет. Почему? Пять лет назад, когда давала я прогнозы относительно катаклизмов, в каких городах, какие землетрясения, что вода поднимется, все смеялись. А сейчас оно так есть. Вы понимаете, вот, что происходит в Штатах? Там полностью, допустим, может, летом снег выпадили град. У них таких явлений не было. Посмотрите, их не вода в море. У них земля расходится, и поднимается вода. И сколько человек от стихийных бедствий умерет. Почему это в США происходит? Потому что... Амораль. Потому что нельзя никогда железки направлять на такого человека, как это... Будь то это ракета, будь это оружие или что-то. И даже злые помыслы. Понимаете? Природа, она живая, она дышит, она всегда накажет за наши деяния. И всегда надо четко знать, почему именно в той области, не по каким-то особенным природным признакам, а лишь потому, что она устала, она плачет. И она будет показывать. Когда нас обижают, мы плачем. Так же и земля, и небо, и природа. Все это Бог создал. И она плачет, как живая. А еще самый последний вопрос. Путин ответил более коротко. Будет. Но так же. Я же вам говорю, это неизбежно. Однозначно. Пусть меня простят, пусть на меня никто не обижается. Но понимаете, у меня обид. Я что вижу, то и говорю. Я давала некие обиды, что я в сказке не собираюсь говорить. Это неизбежно. К сожалению, к сожалению. Скажите, пожалуйста, совсем уж напоследок. Очень-то хорошее будет? Будет все хорошо. Бог милостив. И каждому дадут по вере. Все будет хорошо. Вы понимаете, что когда человек устал, работал, он немножко грязный, вспотел что-то, он же идет в душ купается. Эта встряска нужна для нас, для нашего народа. И если она что-то делается, значит, нам это нужно. Не по силам не дают. Мы все вынесем. Но опять-таки, может быть, от этого, да, для многих болезненно это произойдет. Может, от этого пострадает, и кто-то обанкротится. Но я вам скажу, у кого не было ничего, у него меньше не убавится. У кого было, да, будут проблемы. Но опять-таки, они быстро-быстро-быстро по лестнице, они на ноги встанут. Они это умеют делать. Самое главное в этот период, чтобы не было духовного голода. Когда есть духовный голод, агрессия. Когда есть агрессия, понимаете, мы все время спичка, искра. Когда есть искра, это болезни. Почему онкология сейчас гуляет? От этого. От обиды. У каждой болезни есть причина. Это онкология. Почему? Эндокринная система, женская мочеполосреда, допустим, у женщин. Главная проблема. Вот я каждый год веду статистику, да, с чем обращаются уже 21 год. Вот в прошлом году женская мочеполосреда, признаки там говорят, что-то, что-то, генетика, да. Главным образом эндокринная система. А почему? Любви нет, жулия. Обиды, обиды. Надо отпускать обиды. Все болезни от обиды. Женщины переживают, женщин много, мужчин мало. Напоследок уже не могу не сказать. В блоке, когда написала, что вы придете, каждая вторая спросила, когда я выйду замуж, и что сделать. Вы знаете, я в таком случае хочу сказать, что я за свой век тоже повидала женщин, которые быстро устраивали свою личную жизнь, выходили замуж, но они от этого, да, кому-то везло, да, Бог здоровья и счастья. Но они от этого многие счастливее не становились. Главное, вы понимаете, свою душу по дороге не растерять за мужество и женить его, да. Главное четко знать для себя, что тебе нужен, твой этот человек. Поэтому не быстро спешать, когда я выйду. А если даже ты встретил человека, ты должен понять, надо всегда слушать свое сердце, твой этот человек. Отвечает ли он тебе взаимностью и тревогой? Ну, колесников мой или не мой? А? Абсолютно, абсолютно, абсолютно. То есть мы долго будем вместе, получается? Да, да, абсолютно. Серьезно? За этим столом? Да, естественно. В смысле, да? Ну да, конечно. И наши передачи долго будут выходить? У вас все будет в порядке. Нет, вы знаете, вообще, у вас идет разрозненность. Давайте как есть, хорошо? Давайте. Вы каждый сам по себе. Хорошо. Давайте. Напоследок, правда. Вы каждый сам по себе. У тебя своя точка. У тебя своя точка. Опора у вас колышется. Вы еще к чему-то общему до конца не пришли. Что вы мне говорите? У вас вот такой вот консенсус, нету его еще, понимаете? У вас все равно разрозненность. Ты там, ты там. Пришли, прибежали, сделали дело, убежали. Так не бывает. У вас все равно мое, мое отдельно. А будет или нет общее? И надо ли? Ну, если честно, вы к этому так не стремитесь как-то, да? Немножко с вашей стороны, немножко с вашей стороны. Идет недоговор. Вы между собой договоритесь, если вы этого захотите. Нет, мы уже договорились. Да, я не хотим вот спрашивать. А ты бумаги подписывай? Да, уже подписали. Если не дают, если есть сомнения, если есть сомнения, просто мой совет вам, да? Если человек в чем-то сомневается, у каждого есть ангелохранители. А кто не верит, тому бесов посылают. Они тоже. И тех, и тех Бог создал. Начинает человека крутить. Если вы думаете, если человек сомневается, что что-то, ну, я думаю, что вы никогда не будете вредить друг другу. И я думаю, что у вас препятствий в работе, вы очень легкие. Вы будете понимать, если что-то вам не понравится, я знаю, что другие будут ругать, посылаться, там, или что-то. Вы посмеетесь, обниметесь, поговорите и поймете друг друга. Но все-таки общность у вас есть, но все равно вы разделены. Ну, так это лучшее, что может быть. Это шикарно. Ну, то есть, может, общность, это наша работа. Относительно, вот, допустим, вашей работы, да, относительно, вот это самый идеальный вариант. И вы его правильно выбрали, отличный вариант, правда. В смысле между нами, как между мужчиной и женщиной ничего нет? Вот хоть вы первая женщина, которая про меня это в этой стране скажет, что у меня ничего нет с колистиками. Не было, нет и не будет. Вот. Вот. Я-то... Нет, у вас с колистиками никогда не было, нет и не будет. Очевидно, первое. А второе то, что, вы понимаете, мне приятно на вас смотреть со стороны, вы вот так горите работой, у вас глаза горят, у вас мысли, вы не успеваете все вот это гореть. Это вы понимаете? Вот это очень приятно, дай бог, что вот это все сохранили, несли. И вот, может быть, их друг друга подзаряжаете, но то, что, если говорить там о личных каких-то отношениях, я далеко, близко, вообще никогда не вижу, у вас этого не будет. Хорошо. Я считаю, что мы неплохо запутали всех, на этом остается только закончить, попрощаться со всеми. На секрете, да? Да, спасибо вам огромное, Зулия. Я думаю, что нашу передачу с интересом посмотрят все, а если будут какие-то вопросы, ну, пишите, наверное, мне в блог и не забывайте о том, что Зулия правильно сказала. Наверное, все-таки на все вопросы надо находить ответы, в первую очередь, внутри себя. Внутри себя. Бог с нами, и рай, и я тоже внутри нас. Надо знать, к чему мы стремимся, что мы хотим. Но все-таки от себя я хочу пожелать всем, чтобы следующий год был, если даже немножко трудным, с другой стороны, как у другой стороны медали, оказался легким и нужным и полезным, чтобы каждый сделал для себя выводы, чтобы институт семьи, год семьи будет следующий, укреплялся, чтобы люди ценили то, что есть, не теряли, любили друг друга. Ну и, конечно, шли через Бога. Он все дает. С Новым годом! С Новым годом! Замечательно видно. Вечернюю Москву открывается и закон Свисотеля «Красные холмы». Именно здесь снимается программа «Нереальная политика».